Привет, друзья! Вы на канале HomeExpert. На крохотной кухне нет места для большой посудомойки? Думаете, что так и придется мыть гору тарелок руками? А вот и нет. Сейчас есть варианты маленьких посудомоек, которые можно установить даже на стол. Они подойдут для тех, кто живет один или на семью из двух-трех человек, если не часто пачкаете посуду. Мы подобрали компактные посудомойки стоимостью от 18 до 30 тысяч рублей. Все модели энергоэффективны, экономят воду и электричество. У вас идет до 10 раз меньше воды, если бы вы мыли посуду руками. Конечно, качество мытья посуды зависит от того, как грамотно вы расставите тетрис из тарелок, чтобы они не перекрывали друг друга. Но на что еще важно обратить внимание при покупке? Чтобы узнать детали, смотрите топ до конца и подписывайтесь на HomeExpert. Вас ждет еще много интересных обзоров техники и товаров для дома. А мы переходим к модели на пятом месте. Hansa ZWM536WH. Цена на момент записи видео – 18800 рублей. Все характеристики на экране. Небольшая посудомойка со средними характеристиками. Вмещает 6 комплектов посуды. Расходует 6 литров воды за цикл. И программа управления в ней тоже 6. Компактную посудомойку Hansa можно поставить как на столе, так и под столешницей. Для этого верхняя часть корпуса снимается. Весит машинка 20 кг. Внутрь поместится 6 комплектов посуды. Один набор – это три разных тарелки, чашка с блюдцем, бокал, нож, вилка и три ложки. А если хотите помыть трехлитровую кастрюлю из-под супа, то она займет как минимум половину места. С ней вы впихнете не больше трех комплектов. Корзина для мытья посуды здесь всего одна. И разбрызгиватель соответственно тоже. В посудомойке 6 режимов работы. На 90-минутной программе отмоются самые жирные кастрюли при 65 градусах. А 30-минутный режим предназначен для споласкивания не очень грязных тарелок. Стекло будет мыться на 45 градусах. При такой температуре бокалы не потускнеют. Если у вас есть супергрязная посуда, которую никак не можете отмыть, в Ханса есть интенсивная программа с предварительной мойкой и двумя циклами полоскания в горячей воде. Для тех, кто заботится об экологии и хочет сэкономить на электричестве, есть отдельная эко-программа. Правда, придется ждать окончания мойки почти 4 часа. Об окончании работы посудомойка сообщит с помощью звукового сигнала. Расход воды в этой модели небольшой, всего 6,5 литров воды за цикл. У Ханса есть отложенный старт на 2, 4 или 8 часов, на случай, когда чистая посуда нужна к определенному времени, или если хотите включить мойку ночью, для экономии электричества. Системы защиты от протечек в машине нет. Ханса моет посуду тихо, так что вы не проснетесь от шума. Ее максимальная громкость 49 дБ. Это уровень негромкого разговора. Переходим к плюсам и минусам модели. Плюсы. Небольшой расход воды. Отложенный старт на 2, 4 или 8 часов. Звуковой сигнал об окончании мойки. Модель встраивается под столешницу. Минусы. Одна корзина для посуды. Нет системы защиты от протечек. В итоге, это приличная посудомойка, которую можно установить как на столе, так и внутрь кухонного гарнитура. Она расходует мало воды, но и поместится в нее не так много посуды. А на следующем месте уже более внушительная по объемам модель. Hyundai DT403. Цена на момент записи видео 24 тысячи рублей. Смотрите характеристики на экране. Посудомоечная машина с системой частичной защиты от протечек. В нее влезет больше посуды, чем в предыдущую модель. Но и место она занимает нехило. У этой модели также два варианта установки. Можно поставить на стол или встроить в кухонный гарнитур. Посудомойка довольно громоздкая и тяжелая. Целых 25,5 килограммов. Конечно, она займет меньше места, чем стандартная встраиваемая машинка. Но потребует много пространства на столе. Зато сюда поместится больше посуды. Целых 8 комплектов. Не придется загружать и разгружать посудомойку по несколько раз в день. Достаточно будет включить один раз на ночь. Как и в полноразмерной посудомоечной машине, у Hyundai две корзины и два разбрызгователя. Внизу можно положить большие тарелки и кастрюли, а сверху чашки и половники. Программ здесь 6. И они стандартные, включая быстрый режим и бережную мойку стекла. Сушка тоже стандартная. Конденсационная, как и в большинстве бюджетных моделей. Она долгая, не самая эффективная. Зато потребляет мало электроэнергии. Расход воды за одну мойку – 8 литров. От ложного старта здесь нет. Есть система частичной защиты от протечек. В случае поломки вода не вытечет из корпуса машинки. Посудомойка Hyundai DT403 работает довольно тихо. Максимальный шум 49 дБ. А теперь переходим к плюсам и минусам. Плюсы. Большая вместимость. Система частичной защиты от протечек. Модель встраивается под столешницу. Минусы. Большие габариты и вес. Нет от ложного старта. Из компактных посудомоек Hyundai DT довольно объемный вариант для тех, у кого есть место на кухне. Зато влезет больше посуды. А на третьем месте топа тоже вместительная модель, но с большим количеством дополнительных функций. Кертин KDFM25358S. Цена на момент записи видео 29 600 рублей. Основные характеристики на экране. Классная особенность этой модели – полная защита от протечек и функция самоочистки. Посудомоечная машина Кертин подойдет для тех, кому важна большая загрузка. В нее влезет 8 комплектов посуды. Можно устроить небольшую вечеринку или семейный ужин и не переживать, как теперь перемыть все это руками. При этом посудомойка довольно громоздкая. Хотя ее можно установить на стол, в небольшой кухне под это придется выделить достаточно места. Весит эта модель 25 килограммов. Корзин для посуды здесь две, и разбрызгивателей тоже, как в полноразмерной машинке. Для столовых приборов есть отдельная мини-корзинка. Кертин потратит максимум 8 литров воды за один цикл. У посудомойки 7 режимов работы, включая самоочистку. С ее помощью можно удалить остатки жира со стенок машинки и убить большинство бактерий. Сушка в посудомойке конденсационная. Есть отложенный старт на время до 24 часов. Посудомойка безопасная. В ней система защиты от протечек AquaControl. В случае перелива или протечки специальное устройство заблокирует подачу воды. Не придется оплачивать соседям снизу дорогущий ремонт. Кнопки в посудомойке блокируются, но как защита от детей это работает не очень хорошо, потому что сама кнопка выключения не блокируется. Так что придется смотреть за малышами, которые норовят отключить посудомойку не вовремя. Как и большинство машинок в нашей подборке, Кертин совсем не шумная. Всего 49 дБ. Посудомойка есть в двух вариантах – серебристом и белом. Перейдем к преимуществам и недостаткам модели. Плюсы. Большая вместимость. Функция самоочистки. Отложенный старт до 24 часов. Система защиты от протечек AquaControl. Блокировка управления. Минусы. Высокая цена. Большие габариты и вес. Классный вариант для тех, кому нужна вместительная настольная посудомойка. Основной минус, который не дает Кертин подняться выше третьего места – цена, которая почти на 10 тысяч рублей выше, чем у других моделей. Второе место занимает самая миниатюрная машина с самым большим количеством необычных фишек. Mi-D MCFD429-00G Mini-I. Цена на момент записи видео – 18 990 рублей. Характеристики можно увидеть на экране. Эту модель не нужно подключать к водопроводу. И у нее куча клевых функций. От турбосушки до возможности управления через Wi-Fi и стерилизации детских бутылочек. Основное преимущество модели – возможность работы без подключения к водопроводу. Такую посудомойку можно без проблем установить на дачу, где нет центрального водоснабжения. Залейте туда воду вручную – на одну мойку хватит 5-литрового кувшина. Или подключите через шланг напрямую к кухонному крану. Среди остальных моделей Mi-D выделяется своими размерами. Ее можно назвать по-настоящему компактной настольной посудомойкой. По ширине она не больше стандартной микроволновой печи. Но отсюда вытекает и минус модели – в нее влезет только два комплекта посуды. Это хороший вариант для одного или двух человек, которые дома только ужинают. В такой малютке есть всего одна корзина для посуды и небольшая полочка, куда можно поставить чашки. Для семей с малышами здесь есть специальная подставка для детских бутылочек и отдельный режим для их обработки паром – BabyCare на 20 минут при 70 градусах. За это время все бутылочки будут простерилизованы и готовы для разведения смеси. Всего режимов работы у посудомойки 6 из необычных программ – мойка фруктов на 12 минут. На даче смойте грязь с овощей, а в городе удалите остатки пестицидов. В отличие от остальных моделей из топа, у Mi-D вместо стандартной конденсационной турбосушка. Она ускоряет процесс и не оставляет разводов на любимых стаканах. Но и затраты электроэнергии при этом выше. Благодаря отложенному старту на 24 часа можно запустить машинку, когда все уже спят. Системы защиты от протечек в посудомойке нет. Mi-D шумит немного сильнее, чем остальные модели, но не критично. На уровне 58 дБ. Это как звук стандартного разговора, в котором никто не переходит на крик. Еще одна из необычных фишек модели – управление по Wi-Fi. Если вы забыли запустить посудомойку перед выходом из дома, сможете сделать это, например, на работе. Модель есть в трех нестандартных для посудомойки цветах – золотом, голубом и оранжевом. Если предпочитаете яркие оттенки в интерьер, такая посудомойка будет классно смотреться. Обобщим плюсы и минусы модели. Плюсы. Можно использовать без подключения к водопроводу. Управление по Wi-Fi. Самая компактная модель. Небольшой расход воды. Турбосушка. Отложенный старт до 24 часов. Дополнительные программы для детских бутылочек и мойки фруктов. Минусы. Маленькая вместимость. Достаточно шумная. Нет защиты от протечек. Основной минус, который не дал Мидея подняться выше – маленькая вместимость. Подойдет для волков-одиночек или под конкретные цели. Например, стерилизовать бутылочки для младенца. А если вам нравятся посудомойки Мидея, но нужна более вместительная модель, советуем выбрать Мидея MCFD 0606. В нее влезет 6 комплектов посуды. Переходим к победителю нашего топа. Стильные красотки в черном цвете. WiseGolf TDW 4017D. Цена на момент записи видео – 21 900 рублей. Характеристики на экране. Самая сбалансированная модель. Небольшие размеры позволят установить ее в маленькой кухне. При этом внутрь влезет достаточно посуды. А еще посудомойка круто смотрится в современном интерьере. Модель на 6 комплектов посуды. То есть, два человека могут позавтракать, пообедать и поужинать. А на ночь запустить посудомойку. Но кастрюли и сковороды при этом все равно придется мыть отдельно. Воды эта модель расходует 8 литров. Наряду с более вместительными настольными посудомойками. Помимо корзины для посуды и мини-корзины для столовых приборов, в комплекте есть держатель для бокалов. У посудомойки 7 оптимальных стандартных программ, включая быстрый режим и функцию самоочистки. По окончании работы раздастся звуковой сигнал. А если вы поставили отложенный старт, звука не будет, чтобы никого не разбудить настойчивым песчанием. Сушка, как и в большинстве моделей, у Weissgolf конденсационная. Есть система частичной защиты от протечек. Кроме стандартных цветов для посудомоек, белого или серебристого, у Weissgolf есть еще один вариант – черный. Так что если ваша кухня выполнена в темных тонах, такая машинка не будет выбиваться из общего интерьера. Да и вообще, черный цвет всегда смотрится стильно. А теперь подытожим и посмотрим на плюсы и минусы модели. Плюсы. Функция самоочистки. Отложенный старт до 24 часов. Есть звуковой сигнал об окончании мойки. Система частичной защиты от протечек. Стильный черный цвет. Минусы. Одна корзина для посуды. По мнению команды HomeExpert, эта модель заслуживает первого места. Она не займет слишком много пространства на столе, перемоет достаточное количество посуды, сообщит о том, что окончила мойку и не протечет на соседей. Друзья, настало время прощаться. Наш ролик подошел к концу. Мы рассказали вам о пяти настольных посудомойках, которые вы сможете втиснуть даже на маленькой кухне в съемной квартире. Вам больше не придется мыть посуду руками. Ссылки на все модели вы найдете в описании. Подписывайтесь на HomeExpert и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Впереди вас ждут новые обзоры на разную технику. Спасибо за просмотр!